С приходом жаркой летней погоды жители Твери отправились открывать пляжный сезон. В разгар рабочего дня на именуемом народе Тверском городском пляже яблоку негде упасть. Кто-то нежится на солнышке, кто-то уже вовсю плескается в воде. Температура ее достигает отметки плюс 19. Купанием в Волге горожане не пренебрегают. Как сами говорят, вода здесь чистая и место хорошее. Ну да, в основном сюда ходим, а так пляж очень хороший, ну берег чистый. Я с Дальнего Востока. Все хорошо, хорошая вода. Ну хотелось бы лучше, конечно, но за ними того, что здесь есть, говорят, народ приходит, купается. Ну нам нравится пляж, потому что недалеко живем, здесь на пролетарке удобно. Но единственное, что, конечно, камешками бы его обложить, чтобы не так песок. Вот тогда волнышки идут и уже грязная вода, поэтому зайти уже нельзя. Когда идет вот корабль или теплоход, то, конечно, грязный становится. Ну а так терпим, всегда купаемся. В том году купались ничего. И фрукты мыли. Купаться можно, только осторожно, говорят специалисты. Все же городской пляж, как, впрочем, и другие берега Волги, а также Тверцы, Тьмаки, в черте от Твери, чистотой не блещут. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области провели мониторинг качества воды в местах традиционного отдыха населения. Результаты оказались удручающими, но предсказуемыми. В мае месяце были отобраны пробы на санитарно-химические показатели, на микробиологические показатели. По результатам исследований, качество воды в местах массового отдыха населения города Твери не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это в районе микрорайона Первомайский, в реке Тьмака, это в районе речного вокзала, в месте входения реки Тверца в Волгу, это в районе площади Мира. Единственным безопасным местом для купания с точки зрения проведенных анализов воды и то пока являются карьеры в Старой Константиновке. Но при несоблюдении простых правил безопасности кишечную инфекцию подхватить можно везде. Вода вообще зона повышенной опасности. И уже спасатели рекомендуют жителям не игнорировать простые правила поведения на воде. Купаться только там, где хорошо изучено дно. И как бы не хотелось искупаться в обособленном месте наедине с самим собой, делать этого не стоит. В Тверской области уже зафиксирован первый трагический случай гибели на воде человека. Семья отдыхала на берегу. Отец ловил рыбу с берега. Его сын, 81-го года рождения, поплыл купаться. Обстоятельства были такие, что вроде обстановка нормальная была и здраво отдыхали. И в 40 метрах от берега, возле песь, молодой человек утонул. Сегодня его тело подняли. К трагическим последствиям приводит не только беспечность самих людей, но и безответственность местных властей, у которых руки не доходят обустроить места купания. В этом направлении работать с муниципалитетом очень непросто, я хочу сказать. Есть муниципалитеты, есть ответ такой. У нас водных объектов много, мы на всех не можем сделать. Поэтому люди пускай купаются все равно, где хотят. Но тем не менее, мы работу-то не будем прекращать. Мы продавлять будем ситуацию. Помимо этого, подразделение ГИМС не отступит и от своих прямых обязанностей. В жаркие дни будут патрулировать водоемы в усиленном режиме с утра и вплоть до наступления темноты. Но, как говорят спасатели, проследить за всеми почти 40 тысячами километров водных объектов Тверской области не под силу чисто физически. Поэтому еще раз призывают граждан самим позаботиться о своей безопасности. Елена Михайловна, Виталий Усипов, Рентовый пилот.